Всем привет! В сердце каждого человека была мечта. Когда-то мы летали во сне. Большинство больше никогда никуда не полетит. Но не ты. Для тебя, мой преданный свободе и скорости друг, топ доступных мопедов, открывающий путь твоей жизни. Два колеса путь никому не нужны, закаленные ледяными ветрами страшных предупреждений, советов. Ведь куда лучше купить машину и возить всех нас на дачу? Ага. Рычащий огонь, нарастающий ветер, молнии и дожди. Полный аттракцион развлечений для изгоя-нищеброда. С дурным вкусом, но с улыбкой на всю рожу. Выбирай нужного коня и езжай с богом. Начинает топ. Неизменная легенда мировой мотоиндустрии Дельта 50. Она привлекает взгляды своей грузовой смелой внешностью и непростой судьбой. Под пассажирским сидением дремает второй багажник. Мопед правда грузовой, но если мешку с картошкой жаловаться на подвеску не принято, то жопа самого живучего, бесчувственного ездыка вспомнит о моих словах на роковой кочке. Подвеска дерьмо полная. Это просто пружины без масла. Дельта, имея электростартер, хорошо заводится с Кика, что поверьте, большое везение. Мопед хоть и легкий, но бегать с Дельтой то еще стильное хобби. Я, например, свою Хонду, в которой Кика нет, как миленький, толкаю по гаражам, как первобытного мотоинвалида. Дельта тяговитей Альфы, что не раз доказано в громких колхозных состязаниях. Груженная грязью металлоломом, из омутов и буреломов, она прет, как отрезвевшая худая бомжиха, почувшая смертушку. Освещает ночные тропы стильным неугасаемым фонарем, который лупит получше Альфы. Подсветка приборки хорошая, годная, все видно. Теперь коснемся отличительной черты этой бывалой авантюристки – багажная система. Задний багажник легким движением руки можно превратить в седух, который ненамного его мягче и быстро рыдется. Объем бака – 4 литра, расход топлива – 1,8 литра на 100 километров. Изящный скелет, весом 60 килограмм, при мощности 4 лошади, как я уже рассказывал, легок на подъем. Максимальная скорость – 80 километров в час. На дельте этого хватит любому райперу, на жопнику тем более. Но куда же без минусов. Пластиковое платье нашей беспечной дамы, под которое к карбюратору придется заглядывать не раз, пересыхает, трескается и крошится. Многие важные суставы дельты имеют заметный люфт. Крепление подножек прямо на маятнике, не самом прочном, который гниет, а подножки вырывает. Нужно быть осторожным. Итог. Дельта – легкий, резвый грузовоз. Грузовоз, экономичен, дешев, несмотря на скотское обращение, скрипя ржавыми суставами, протащит вас на рваном горбу под 30 тысяч, без лишних выходных и больничных. Второе место – Альфа. Классический и более приличный вид, удобнее посадка и сиденье. Но в объеме 50 кубов далеко не ездят. А утратив багажники дельты, можно пожалеть. Привычный баг на 4 литра дополняет удобство управления, обжав ногами мотоцикл, а не тележку между ног. Но на второе место загнали Альфу такие цифры. Вес 80 кг, при мощности всего 3 лошади. Напоминаю, дельта весит 60, при мощности 4 лошади. Старые фанаты двух колес помнят ценность одной кобылы. Кстати, и потребляет Альфа ровно на стакан больше. А максимальная скорость также 80 км в час, что неплохо. Но в случае с 50 кубами, это предельное китайское значение. Спокойная крейсерская скорость – 60. Именно Альфа для многих стала первой боевой подругой. Она действительно неплохо звучит. Из-за басистого звука сам чуть когда-то не купил этот микрокубатурный Харлей. Какие плюсы? Доступ к карбу и движку проще. Все открыто и не требует борьбы с хрупким пластиком. Красивая взрослая приборка. Все прилично расположено. Хорошо видно днем и ночью. Отличные крепкие платформы для ног, не связанные с ходом маятника. Это огромный плюс для желающих сохранить свои ноги целыми. Байк кажется крепким, но значительная часть разницы в весе с дельтой относится к дугам, багажным креплениям и подножным платформам. Они-то крепкие, а насчет рамы есть сомнения. Альфа очень распространена. У ремонтопригодности и креативности выдающихся инженеров-кастомайзеров кричит и захлебывается рынок БУ. Альфа отличный снаряд для творчества за копейки. Вывод. Внешность молодящейся китайской пердухи, увы, не смогла выдурить у меня первое место. С таким содержанием нужно просто работать, как безумная дельта. Бегать с корзинами и багажниками с четырьмя лошадьми, меньшим аппетитом и ценой. Третье место. Редкий красавец. Стильный, удобный китайский Минск Д4. Внешний вид на твердую тройку. Мужикам без лишних амбиций, не всегда трезвым, даже нравится эта макака. Очень удивил ее расход. Полтора литра на сто километров. При объеме бака восемь литров. Мощность мопеда 2,7 лошади, а максимальная скорость по отзывам не превышает 55 километров в час. При встречном ветре, пожалеешь о каждом лишнем грамме и недокачанном покрышках. Весит байк 86 килограмм. Его мелкое нутро защищено толстыми, тяжелыми и слабо закрепленными дугами. Лучше сразу менять крепление. Не тот долго ожидаемый сюрприз обернется раздробленным коленом или голеностопом. Нужно отметить резкие передние дисковые тормоза, которые больше нравятся тяжелым мужикам. Дрыщи же при малейшем нажатии рычага чувствуют дискомфорт, когда переднее колесо уходит в юз и мотоцикл грандиозно падает на уже знакомый нам дуй. Проводка байка не очень. При частых поворотах руля быстро разрушается. Зато есть красивая взрослая приборка, яркая подсветка и гибкие диодные поворотники. А вот дальний свет – слабый коз. Многие владельцы довольствуются только ближним. Контакт зажигания иногда пропадает, не так коснись ключа, что для приловчихся хозяев небольшая проблема, а новая противогонка. Неплохая посадка, удобней Альфы, но часто мешает странный кикстартер. Его снимают. Мод легкий, толкнуть его несложно. Металл у всех номинантов мягковат. Хоть в Минске свежее, но ржавчина вылазит даже на покрашенных элементах, даже на зеркалах. Это частая болезнь Минска Д4. Хотелось бы отметить большой багажник. Некоторые, выбирая мопеды и мотоциклы, не думают о багаже, покупают байки с какими-то палочками сзади и возят все добро на горбу. Друзья, не превращайте себя в багажник. На Д4 можно поставить кофр, еще останется место для тряпок. Напоследок отмечу должную проходимость благодаря шипованной резине, которая так и тянет протестировать его по всяким говнам в лес и на рыбалку. Уважаемые гости, пишите любые комментарии для поддержки канала. Позоришь ли этот мопед на фоне старого доброго мотоцикла Минск или нет? Ваши веселые случаи про Альфу и Дельту. Всем желаю теплых дорог, яркого дальнего света и сказочных картин в вашем сердце, написанных ровными, преданными друзьями, вашими колесами.